Песня и танец Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай себе что хвостуну. Лахтубу дипутута, лахтубу дипутута. Лахтубу дипутута, дай, 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 лахтубу дипута. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жарину не нужен нос, ему покажешь медный рост. И держи себе что хвостуну. Бум! КОНЕЦ Акула есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Ребята первыми рискнули выступать на батуте. Прыжки на нем равносильны экстремальному виду спорта. Одно неверное движение, и человека может выбросить на раму или вовсе на пол. Риск получить травму от небольших ушибов и до перелома позвоночника очень велик. Молодцы! Это действительно было потрясно. Пока, вот на данный момент, это у нас получается эталонный номер на батуте. Пока еще до того, как жюри выставило свои оценки, мы знакомим сегодня с этим жанром. Все элементы, которые вы выполняли, это, конечно, были элементы довольно сложные. Но тем не менее, вот, пожалуйста, от вас, как от профессионала, как от наставника этого номера. Друзья мои, это президент Федерации прыжков. Николай Макаров. Давайте разберем по элементам. Все, что делала Маша, ну, понятное дело, это было, конечно же, красиво. А там, где это было, может быть, не идеально, Маша отыграла актерски. Но давайте по элементам. Вы знаете, они показали все, что можно сделать на батуте. Они показали и синхронную работу, они показали разнообразную работу асинхронно. И самое главное, я скажу, что сделать три сальто, отдельно, конечно, не подряд, не тройное сальто, за такой период тренировок это подвиг. Поэтому оценка самая высокая. Высоко ничего не скажешь. Спасибо большое. Уважаемая жюри, Ирина Александровна, давайте, пожалуйста, начнем опять с вас. Наверное, теперь все батуты вы оцениваете, пожалуйста, первое. Особенно, если на них выступает девочка, которая занималась 12 лет художественной гимнастикой, является депутатом. Это как раз художественная гимнастика и есть. Прошу прощения. У нас по-другому не воспитывают. И если уже доделано, значит доделано. Если вышла на батут, сделала все, как сказал Макаров. И так, и так, и так. И что самое главное меня поразило, как и не специалиста, что они до батуте стояли равновесие лучше, чем другие, которые стояли на полу. Молодец. Выстояла, держась за руку, стояла-стояла на таком качающемся пространстве, а потом еще подняла руку, а потом вторую. Молодец, актриса. Браво. 10 баллов. Владимир Натанович, пожалуйста, вы как ученик, Ирина Александровна? Я как ученик. Ирина Александровна, скажу, что меня даже больше умиляет то, что Владимир Вольфович не может так сделать. Вот, я думаю, что... Почему? Да. Он бы сейчас, конечно, выступил. Потому что он из другой фракции, нежели мое. Но, в принципе, быть, в общем, на батуте лучшей среди депутатов Государственной Думы или действительно быть лучшей среди красивых женщин. Вот, я думаю, второе – это лучше. 10. Всячески соглашусь. Лариса Семеновна. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что я получила от этого номера потрясающее удовольствие. Потому что это вот смотрела и наслаждалась сказкой. И когда я ловила себя на этом, я хотела себя посадить в кресло жюри и увидела, как Маша ошиблась. Но она так артистически ушла из этого момента, что я совершенно ей простила это. 10 баллов. Вот вы такая, Маша Кожевникова. Вот она какая. Давно я хотел на вас посмотреть. И в кино она играет, и в Госдуме заседает, и на батуте прыгает, и на кольцах, и на брусьях. Просто универсал. Вот сейчас вы более похожи на кота Базилио были. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. Маша, ну, конечно же, вам с партнером 10 баллов мне добавить нечего. Потому что Ирина Александровна точно сказала, Лариса Семеновна, мы с Владимиром Натановичем присоединяемся. У вас 40 баллов, идите с Богом. Я думаю, Филипп добавил бы еще парочку баллов, если бы была возможность такая. 40 есть 40. Спасибо, Маша, спасибо, Балове. Отдыхайте, это был чудесный номер. Да, отдыхайте, отдыхайте. Но высокий стандарт выступления на батуте задан. Вы уже успели убедиться, что при кажущейся легкости батут один из самых опасных снарядов. Мы сегодня искренне надеемся, что все пройдет без травм. Мы, конечно же, подстраховались. На площадке дежурят врачи скорой медицинской помощи.